Провести первенство по воркауту организаторы решили на набережной города, неподалеку от Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. Здесь же собрали комплекс из брусьев и перекладин. На улице 30 градусов выше нуля, но это не мешает закаленным спортсменам под палящим солнцем выполнять сложные упражнения. Участники разделены на три категории. Фристайл, тройборья, которая включает в себя выходы на две руки, отжимания на брусьях и подтягивания, и двоеборья, где занятия на турниках и брусьях проходят с дополнительным весом. Для подрастающих спортсменов в возрасте до 12 лет сделали отдельную группу. Они соревнуются в подтягивании. Воркаутеры уверяют, небольшие, но регулярные нагрузки с юного возраста – путь к здоровому и крепкому телу. Конкретно говорить по подтягиваниях, оно задействует весь верхний плечевой пояс. То есть, начиная от рук от предплечья, заканчивая нижним спиной, то есть поясницей. Поначалу сложно бывает, когда учишься. На самом деле, если у тебя нет никакой физической подготовки, то надо начать сначала с обычных отжиманий от пола, с колен, например. Или просто как-то пытаться ручки закачивать, висеть на турнике, висеть на брусьях, то есть укреплять постепенно. А потом все получится. Большинство любителей воркаута стараются всячески пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи. Они уверены, соревнования под открытым небом могут вдохновить севастопольцев отказаться от вредных привычек и встать на путь спорта и физического развития. Сейчас многие ребята предпочитают курить, ходить по клубам, пить. Я не поддерживаю этот образ жизни. Для меня важнее, чтобы моя семья была здорова, когда у меня появятся дети. Чтобы поколение наше стремилось к высшему, развивали себя всесторонне. Состязания на брусьях привлекали внимание севастопольцев. Поболеть за ребят пришли десятки жителей города. Останавливались понаблюдать за выступлениями и прохожие. Спортсмены надеются, что хотя бы некоторых из зрителей вдохновит их пример, и они присоединятся к тренировкам. Кирилл Попов, Андрей Вовк, Севен Форумбюро.